На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Хочу свою жизнь посвятить служению в храме. Предлагает рукоположиться в дьяконы, но жена против. Как быть? Вот безотносительно человека, который написал этот вопрос, я предлагаю порассуждать немножко на эту тему. Вот смотрите, в этом предложении, в этом вопросе первое слово «хочу». А вот давайте посмотрим, что в отношении «хочу» говорят вообще святые отцы. Ну, когда я чего-то хочу, я уже хочу творить свою волю. Это первое. Потому что я хочу. Это мое личное желание. Я хочу того-то, я хочу этого, я хочу третьего, пятого, десятого. Это и есть свои воли. Поэтому, когда говорит человек «хочу», он должен задуматься, о того ли он хочет. А подумал ли он, что хочет Бог? Может быть, оставить Богу это? Пусть будет, как Бог хочет, а не так, как я хочу. Это первое, на что я хотел бы обратить любого совершенно человека, который хочет кем-то стать или хочет кому-то послужить. Но скажу даже и более. Надо ли стремиться к этому? Да, это хорошее желание. А вот, когда человек именно хочет стать священником, а значит пастырем, у него будут теперь свои овцы, свое стадо, и он будет всех вести ко спасению, это, как правило, свидетельствует о его гордыне. Вот. Ну, вот здесь есть заковырка одна. Жена против. Ну, а вот смотрите, есть ли у вас такие разногласия с женой? И это я сейчас не безотносительно этого человека. Вот, в принципе, в семье разногласия. Муж хочет ходить в церковь, а жена категорически против. Правда, чаще бывает наоборот, к сожалению. К сожалению, чаще женщин, и больше женщин в храме, чем мужчин. К сожалению, далеко не всем мужчинам глава Христос. Оттого, кстати, и в себе, да потом в семье. Так вот, если у вас нет единомыслия в семье, нет взаимопонимания, сможете ли вы, если жена будет против этого, если она будет устраивать скандалы по этому поводу, если вы ей не глава? Вот как жена офицера, да, должна себя вести? Вот вспомните фильм «Офицер». Простите, что я к этому обращаюсь, ну, я военный человек, да. Был в этом фильме великолепнейший сюжет для меня, как военного человека, ну, просто по сердцу. Когда муж приезжает из Испании, и вот утром они встают, он говорит «Собирайся, жена, мы уезжаем из Москвы». И она возмущена, не поеду никуда, ничего, вот. И вот он встает, и она видит на его спине пулевые ранения. И она сразу меняется и говорит «Лёша, когда отъезжать?» Вот так должна вести себя жена. И если муж не является главой для жены, то какой же он будет глава тогда паства своей, если он не навел у себя в семье порядок Божий? Поэтому вот если нет единства между мужем и женой, единомыслие в главном, а рукоположение – это главное, то просто не получится потом быть единомысливым вместе со своей пастой, потому что жена будет в другую сторону всё время. Человек не сможет служить должным образом. Женщина – это хранительница очага. Поэтому мужчина не сможет осуществлять свою деятельность, какой бы он ни занимался, служением ли Родине в качестве военнослужащего или в качестве священника, если жена его в этом не поддерживает. Его будет внутри раздирать. Он не сможет просто должным образом осуществлять свои обязанности и может в результате погибнуть, в духовном смысле. Вот, поэтому я бы сказал так, что надо сначала научиться, ведь семья – это малая церковь. Вот когда ты стал пастырем, добрым своей семье, священником своей семьи, вот тогда можно и думать, что готов, может быть. Правда, это не человеку судить, а со стороны, как говорят, виднее. Становится ли, принимать ли рукоположение, если тебе его предлагают. А лучше дождаться, знаете, три раза, когда придется. Тогда точно от Бога. Потому что можно и священником, будучи, погибнуть. И это не редкость. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.